Героические подвиги, романтика и любовь к Украине. Всем этим была наполнена жизнь запорожских казаков. Именно потому на их примере нужно воспитывать чувство патриотизма в детях, уверены организаторы фестиваля «Стыжины ридной земли». Очередной конкурс детского творчества посвятили Запорожской Сечи и рыцарям в Шароварах. Фестиваль детского творчества «Стыжины ридной земли» в нашем городе проходит уже в десятый раз, рассказывают его организаторы. Ежегодно придумывают новую тему конкурса. В этом году это история запорожского казачества. А вот идея фестиваля остается неизменной. Все посвящено нашему городу, все посвящено Украине. Это, соответственно, и традиции, и казацкие традиции города, традиции, это и украшения женские, это и цветы, и все-все-все, что вот такое душевное, хорошее, можно сказать, именно с городом Запорожье, с Украиной. «Каждый год у нас появляется какая-то новая техника, которую сначала, конечно, освоил сам педагог, а далее навчает ему детей. И именно этот год, когда у нас утверждена новая концепция национально-патріотичного вихования, важливо. И сегодня можно впевниться под час угляду цієї палитры, всіх робіт, що саме ця риса, ця тема, вона просто живе в кожній роботі». В фестивале приняли участие 26 воспитанників детських внешкольних учреждений. При этом выставка получилась очень масштабной. Каждый ребенок представил сразу несколько своих творений. 13-летний Владислав на выставке презентует иконы, вышитые бисером, куклу из соломы, а также фигуры казака и казачки из папье-маше. Но и это еще не все. «Не плачь, кохана, чуешь, я живий, не мог тебе раніше подзвонити, то був страшный, запеклый, довгий бій, та ми не мали права відступити. Скажи хоч слово, мила, не журись, утри слезу і нарешті посміхнись, а ще малися, за нас усіх малися». Стихотворення йдет із книг, із інтернета. Оно вместе скопленне, вже перефарматуванне. І воно мене понравилось тем, що оно затронуло так, що такое обстоятельство, боец признається жене, пишет письма домой на родину свою. Не мене основательно к выставки подготовилась і Александра Даниленко. Девушка увлекається вышивкою. С помощью ниток и лент изобразила на полотнах цветочний сад волшебних птиц і молящегося ребенка. Такі роботи, як журжиновий вальс і покинутий сад, це які-то виспомінання з деці, там, у бабусі на дачі. Робота, як дитяча мулітва, ну я считаю, що це дуже актуально в наше время. Чого ще може хочеться ребенок сейчас, це здоров'я і мира для себе, для близких і для вообще людей по всій нашій країні. Все роботи участників фестиваля оценивала жюри. Але призы, заверили организаторы конкурса, получат абсолютно все ребята. В качістве бонуса, після виставки, діти отправились гулять по детській железной дорогі. Дякую за перегляд!